Сегодня, сегодняшний матч, вот буквально до последних минут, да, решался, если бы вы проиграли, это было бы третье поражение подряд в зеленых дерби. Вы чувствовали ответственность до игры и по ходу игры? В любом матче я чувствую ответственность. А вас, ну, по-особенному не трясло в связи вот с этой ситуацией все? Еще вопрос, пожалуйста. Знаешь, когда меня трясло? И тогда не трясло. Были времена, когда мы вытаскивали матчи на Олимпиаде. Против любителей из Германии, напомню. Привет! Андрей Кузьменко впервые в своей карьере забросил три шайбы в матче НХЛ. Не повезло Анахайму, а касатки победили 8-5. Напомню, кстати, что Кузьменко не взяли на Олимпиаду. Правда, не при знорке. Дескать, у него много травм было. Локомотив обыграл Металлург 4-1. Игорю Никитину, кажется, удалось достучаться до своих хоккеистов. А знорку пока нет. В итоге три клана объединились и победили Салават Юлаев без участия тренера. Акбарс переиграл Салават Юлаев в серии буллитов 2-1. И хотя бы немного успокоил ситуацию вокруг себя. Все же еще одно поражение, да в таком матче могли не простить. Обстановка наколена до предела. Так что собрав всю силу и волю в кулак, Акбарс умел продержаться 65 минут. А затем Белялов вытащил в серии буллитов. Убедила ли эта победа поклонников клуба в том, что команда преодолела кризис? Наверное, это был лучший матч за последнее время. Да, можно сколько угодно предъявлять за качество хоккея, за проваленный второй период. Но было очень важно добиться положительного исхода. Требовалось вспомнить, что такое победная раздевалка. Вручить кому-то приз лучшего игрока. И справедливо, что им стал вратарь. Само по себе такие эмоции дают возможность с иным настроением прийти на тренировку в пятницу. Плюс ближайший календарь такой, что надо брать 6 очков. И все для этого есть. Сейчас команда едет в Череповец, Нижний Новгород и Нижнекамск. Получится пройти этот отрезок с максимальными показателями. Будет легче через неделю, так как далее идут два матча с авангардом и один против питерских ребят. Порадовало, что игроки Акбарса носились по льду все игровое время. Не останавливались. Плюс появился Никита Елисеев, который словно сидит в отдельной раздевалке и не в курсе, что происходит вокруг. Если говорить о Салаватии Лайве, то мы снова увидели команду, которая еще в процессе строительства. Формирование нового клуба идет неплохо, но не хватает уверенности в себе. Не зря от руководства требуют трансферов. Требуется усиливать атаку. Причем искать хорошего, опытного бомбардира, желательно с чемпионским бэкграундом. В России никого свободного нет. Придется активизироваться на иностранном рынке. Главный тренер Сибири Андрей Мартемьянов попал на 300 тысяч рублей. Он показал неприличный жест во время встречи против Авангарда. Позже Мартемьянов уточнил, что этот жест был адресован всем. То есть надо штрафовать на миллион. Адмирал победил в основное время Борис. Команда Леонида Тамбиева установила клубный рекорд, набрав очки в 8 встречах подряд. И теперь она занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 30 баллов. Посмотрите, кто позади клуба из Владивостока. Ду захватывает. Очень нравится смотреть пресс-конференции Леонида Тамбиева. Он как будто не понимает, чего все так восхищаются. Типа, ну мы сделали свою работу, так как планировали. Не прыгают же от радости водители автобуса, если отработали свою смену. Для тренера эти успехи понятны и не являются сенсацией. Но в спорте оценивают работу несколько иначе. У Адмирала нет такого подбора игроков, который бы позволил одержать 13 побед за 2 месяца. Плюс команда много летает и находится в худшем положении, чем конкуренты. Например, уже в ближайшее воскресенье им играть дома с московским «Динамо». А потом, через плотную неделю из 4 матчей с серьезными соперниками, лететь в Москву и Минск. Но Тамбиева даже раздражает постоянные упоминания о сложностях. Он начинает выходить из себя, ну летаем и летаем, что с этим поделать. Не нравится тренеру, что заранее начинают искать оправдания. Он и хоккеистам запрещает ныть и на что-то жаловаться. Такой уж человек. При этом будем откровенны смотреть матчи команды очень непросто. Игра не вызывает отвращения, но мы же приходим на хоккей, чтобы получить эстетическое удовольствие. А у Тамбиева все достаточно упрощено. Впрочем, хорошо, что у нас появилась такая команда. Каждый, кто встречается с «Адмиралом», должен бояться проиграть. Нефтехимик прервал победную серию ЦСКА, обыграв армейцев 4-3. Главный тренер московского клуба Сергей Федоров услужливо снял вратаря в овертайме. И последнее. Этой ночью голкипер Айлендерс Илья Сорокин едва не подрался со своим коллегой из Сент-Луисом Биннингтоном. Джордан начал его задирать, расстроенный очередным поражением. Он, наверное, не знает, что Сорокин рос в Междуреченске, а там умеют постоять за себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok